На календаре 2017 год, но многие до сих пор уверены, что боль в мышцах после тренировки является показателем того, что она прошла успешно. Давайте посмотрим, как все обстоит на самом деле. Привет всем, с вами Антон Кучумов, вы смотрите канал Workout Fitness городских улиц. И сегодня я расскажу вам о четырех видах боли, с которыми вы можете столкнуться в процессе тренировок на уличных спортивных площадках. Первый вид боли, похоже на жжение, знаком, наверное, абсолютно всем. Когда вы выполняете упражнения, рано или поздно наступает такой момент, когда ваши мышцы начинают словно гореть. Это связано с тем, что в них накапливаются продукты распада, молочная кислота, ионы водорода. И у меня на канале есть отдельное видео по этому вопросу, поэтому не буду сейчас на нем зацикливаться. Хочу отметить, что именно из-за вот этого накопления рано или поздно наступает отказ в мышце, когда она не способна сокращаться дальше. Второй вид боли это тупая, ломящая боль в мышцах, которая может возникнуть в момент, когда они максимально сокращены. Например, можете попробовать отвести свою руку назад, максимально разгибая ее в локте, и вы почувствуете подобную боль в трицепсе. Это связано с тем, что когда вы сокращаете мышцу, вы сдавливаете нервные окончания, находящиеся на ее концах. И если вы переусердствуете с этим, то можете вызоветь дополнительное рефлекторное усиление сокращения мышцы, которое в свою очередь вызовет еще больше сдавливания нервных окончаний и так далее, так далее, пока у вас не отрубится мышца. Это особенно весело можно попробовать на икроножных мышцах, доведя себя до такого состояния, когда вы просто не сможете стоять, вы упадете от боли. Проверено. Не то чтобы это приятно, но действительно это так и есть. Да, будьте осторожны. Третий вид боли – это боль, возникающая при растяжении, и чаще всего она возникает не в самих мышцах, а в сухожилиях. Отличный пример – это отжимания на брусьях. Многие, когда отжимаются на брусьях после того, как поделать несколько подходов, чувствуют, что у них болит центр груди. И, кстати, отсюда пошел именно миф о том, что вот есть отжимания для внутренней части груди, для средней, для внешней. Нет, на самом деле, никаких таких нет отжиманий. Грудная мышца, она крепится вот у плеча и крепится в центре груди. Все, она горизонтально идет, то есть напрягаясь по всей своей длине. Это небольшое отступление. Но суть в чем? Болят именно сухожилия. От того, что вы очень сильно растягиваете под нагрузкой эту мышцу, у вас регистрируются нервными окончаниями вот это вот растяжение и болят сухожилия. С этим нужно быть очень аккуратным, потому что, в отличие от мышц, когда у вас болят сухожилия, это ненормально. И, наконец, четвертый вид боли – это боль, которая возникает на следующий день или через день после тренировки. Она связана с тем, что во время тренировки в мышцах возникают микроразрывы. И это происходит, когда уровень нагрузки на тренировке выше, чем тот уровень, которым готов ваш организм. И дальше эти микроразрывы и болят. Таким образом, я познакомил вас с четырьмя основными видами боли. Во-первых, это жжение, которое возникает непосредственно в процессе выполнения упражнения. Во-вторых, это тупая ломящая боль, которая возникает, если вы слишком сильно сократили мышцу. В-третьих, это боль, связанная с, наоборот, с чрезмерным растяжением мышцы. И, в-четвертых, это боль на следующий день, которая связана с микроразрывами, микротравмами мышечных волокон. А теперь пришло время ответить на самый главный вопрос. Связана ли эта боль с дальнейшим мышечным ростом или с увеличением силовых показателей? Кому что больше нравится? И правильный ответ, конечно же, нет, не связано. Последние исследования, ссылки на которые я помещу в описании к видео, наглядно демонстрируют, что нет никакой связи между любым из видов боли, о которых я говорил ранее, и результатами, как в плане роста мышц, так и в плане увеличения физических показателей. Что касается непосредственно боли на следующий день после тренировки, и вот этих самых микроразрывов, она связана с тем, что ваши мышцы и их волокна по своей структуре, они неоднородны, некоторые длиннее, некоторые короче. И, соответственно, когда вы их нагружаете, короткие разрываются за тем, чтобы изменить свою структуру и стать длиннее. То есть ваши мышцы постепенно-постепенно приходят к однородости. И именно с этим и связан тот момент, что в какой-то момент времени после регулярных тренировок вы уже не чувствуете той мышечной боли на следующий день, которую чувствовали ранее. Но это не значит, что результата нет. А может быть и значит. Потому что ваш результат зависит от других вещей. И, в частности, во-первых, от правильно подобранного режима тренировок, который будет обеспечивать стресс организму. И, во-вторых, от правильного питания, которое будет обеспечивать ваш организм необходимым количеством аминокислот, строительных материалов и энергии, для того, чтобы вы тренировались и росли. Вот и все. Итак, моя миссия на сегодня, наверное, можно считать выполненной. Еще один миф был повержен. Надеюсь, теперь вы не будете обращать внимание на то, болят ли ваши мышцы на следующий день. Не переживайте, если этого не происходит. А сосредоточьтесь на том, чтобы составлять правильно программу тренировок. Так, чтобы у вас действительно была прогрессия и вы шли к намеченной цели. С вами был Антон Кучумов. До встречи в следующих видео. Пока!